хотели забрать зоопарк, вообще забрать. Кормление львов, уже львов побольше приходит. И он собирался за границу уезжать в Китай. Ему предложили там, ну дело в том, что перевозить животных больших нельзя, они погибают дороги. Он только из-за этого остался. Ему жалко животных, а перевозить можно только ману. Опять по верхам? А в Китае? А масло забрать. А не спорт любят дальше? Конечно. Ну вот стоят, ну каждый день до сих пор еще. У них еще кулечка была такая. Такие драки. Что за эти прививки в Тайган, тоже там какие-то назначены штрафы. Что за, чем кормят штрафы, там прививки делали, не делали штрафы. Он показывает документы, а им все равно, им надо прицепиться в чему. И до инопадки уже два года. Он говорит, я больше в судах нахожусь, чем без зоопарк. Когда в Россию, почему, на Российской Федерации перешло и началась у него веселая жизнь. И мы цеплялись за территорию, что вот территория, снесите дома. Тогда мы посчитаем, как было, как я снесу. Они уже были. Я просто расстроил оставшиеся. Я когда брал, говорит, в аренду, не хотели аренду продолжать. Он брал на 49 или сколько лет. Они прицепились, вот, да, ну, по-любому поводу, нет? Ну, просто нужно было обжать. Да, да, зоопарк. Он уже собирался в Китай уезжать. Там вроде бы разрешили зоопарк, а не льготная, как бы, приезжать и все. Там у него тоже зоопарк из Китая. Может быть, за счет этого финансировать, как бы, перебрасить с одного на другое. Но, я ж говорю, они столько денег с него выжили, как говорится, а нервов сколько. Да, нервов сколько. И люди выходили уже защищать, ну, сколько аж можно оставить. Крыму нету зоопарков как таковых. Есть, да, зооуголки, маленькие зоопарки, но у них малая коллекция животных маленьких. Да, не подвести, люди живут. Да, самое крупное получилось, что это Тайган, самый крупный. И сказка в Ялте, но это тоже сказка льго, более-менее разнообразная. Все остальные, ну, простенькие животные берут, простенькие пламени. А здесь, как бы, шире объем, он хотел еще слонов, вот видите, статуи поставил себе. Но из-за того, что вот эти перипетии, да, их, нет. Он говорит, я боюсь сейчас брать, потому что возьмешь, а куда их девать. Наоборот, мы радовались, что у нас есть такие люди, которые стремятся, хотят. Их закрывали на три месяца, вот перед карантином, еще до карантина, и закрывали. Мне давали возможность сработать. Вы понимаете, мне же их кормить надо. Мне нужно... Как хотеть, если не приходилось... О, какой большой... Ну да, ну получилось до карантина, и плюс карантина. Фотографирую его. А, да. Чук сегодня последний на кормлении. Скажите, откуда вы так хорошо знаете про ситуацию с Тайганом? Так мы живем здесь. Смотрите новости, да, каналы? Конечно. Вы можете в интернете посмотреть, там у них свой канал есть. Он выкладывает, как он, с тиграми. Он положительный, хороший. Да. Но он разное выкладывает видео. И не только положительное, и отрицательное. Но дело в том, что человеку не дают работать. Он даже разрешал въезд на сафари. Была у него как бы услуга такая. Но там одна посетительница пожаловалась. Она... Да, подвыпившая была. И Лев просто потянулся к ней. Она сразу же жалобы и все прочее. И начали таскать за это. Все прекратили заезды. А было, как бы услуга, заехал посмотрел. Тем более они слушаются, они добрые. И он всегда рядом, если что. Он у них как вожак. Они его сразу боятся, ушли. Пойдемте его на кладку. Там столько этих видео, когда они хватаются. Вот насколько я знаю, дрессировщики, даже Запашный, он боялся. Ну, тоже, ну, выложенный с ним и все. Он боялся садиться на льва. Тогда говорит, да садитесь, ничего страшного. С фотографированием. Говорит, я своих львов боюсь. Вы мне... Ну, ничего. Они слушаются. То есть они доверяют нам. Он отбирает более добрых. Он даже сам говорил, что я... Если вижу, что левы или тигры в детстве агрессивные, я их не пускаю в сафари. Они отдельно там в клетках. А вот те, кто добродушные, он с детства проявляет доброту, я их сюда. Тогда с ними легче найти общий язык. Они более послушные. Хотя тоже вот, когда у них детеныши рождаются или... О, на этой стороне сколько мяса. Вообще тут... Все завалено мясом. А это они добавили самолеты, наверное. Привезут. Еще задумка такая. Может, хотят что-то сделать. Типа Мадагаскар. Нет, раньше не было. Не было, не было. И вот здесь, наверное, фонтан собираются делать. Ну, как бы, дополнительно добавляют, добавляют. Ну, посмотри сюда. Но на все это финансы надо. Как тебя зовут? Ушел под мостик. Вот, столько мяса осталось. Несмотря на то, что не все приходят, пайку не урезают, все, что положено, выдается львам. А там уже их дело, приходить, не приходить. Так, ну вот, один чук остался. Все разбрелись. Там Леон ходит, публику развлекает. Красавец белый. Несмотря на середину октября, погода очень теплая. Осадков, к сожалению, все так же мало, практически нет. Но зато людей достаточно много. Это, конечно, очень радует. Вот крымская саванна осенью. Какие краски яркие. 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 Продолжение следует...